Добрый вечер в прямом эфире программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на наш сайт мирбелогория.ру и в наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Оставляйте там свои комментарии, вопросы и предложения. Ну и, конечно же, звоните в эфир. Телефон студии 584410. А сегодня гость нашей студии, первый заместитель начальника департамента внутренней кадровой политики Белгородской области Ольга Павлова. Здравствуйте, Ольга Альбертовна. Здравствуйте. По традиции, для начала предлагаю посмотреть наш сюжет. Какую профессию выбрать? Чем привлекательны рабочие специальности? И могут ли они обеспечить достойное будущее? Какие программы обучения предполагают сегодня учреждения начального и среднего профессионального образования? И какие перспективы открывают для своих студентов? А что вообще может заставить абитуриентов поступать в СУЗы? Об этом мы спросили посетителей сайта мирбелогория.ру. 26% считают, что высокие стипендии, современные общежития и другие социальные блага. На втором месте по популярности ответ – востребованные профессии, которые всегда прокормят. 23% респондентов считают основной мотивацией гарантированное трудоустройство. За качественное образование – 15%. А11% за льготы при последующем получении высшего образования. Старшеклассники и их родители. Спросите о том, что волнует вас в прямом эфире. Тема программы сегодня – приемная кампания 2015. Кем быть и где учиться? Что ж, Ольга Альбертовна, вот так наши зрители рассудили, так они ответили. А как вы считаете, что же все-таки в первую очередь может стать мотивацией для молодых людей, чтобы они поступали именно в эти заведения учебные? На мой взгляд, наверное, ответ номер два наиболее здесь правильный. По той причине, что наши ребята идут поступать и получать образование, поступать в то или иное учебное заведение, наверное, не из-за каких-то социальных обязательств со стороны государства. То есть стипендии, общежития – это лишь все социальные блага, которые государство гарантирует. И не более того, все-таки ты выбираешь профессию для того, чтобы в жизни дальше состояться. Поэтому второй вариант наиболее верный. Я уверена в том, что те, кто закончат учреждение среднего профессионального образования в Белгородской области и получат рабочую профессию или профессию среднего звена, они сегодня будут востребованы на рынке труда. Почему я с уверенностью об этом говорю? Потому что в настоящее время из 75 тысяч вакансий, которые есть у нас в области, большая львиная часть, скажем так, 80% – это вакансии, связанные с профессиями и специальностями уровня начального и среднего профессионального образования. Поэтому все-таки на ваш взгляд главное, чтобы это были профессии востребованные, которые всегда прокормят. Мы ведь работаем для того, чтобы, учимся для того, чтобы потом, еще раз повторяю, реализоваться в той профессии, которую мы выбрали, заработать, с одной стороны, денежку для того, чтобы прокормить свою семью, прокормить себя, с другой стороны, получить определенное все-таки удовольствие, то, что ты делаешь. А рабочая профессия – это профессия, прежде всего, профессия созидательная, надо с этого начинать. Ведь ты делаешь своими руками, ты созидаешь. Мне кажется, рабочая профессия не позволяет сегодня, с одной стороны, заниматься созидательной деятельностью, с другой – получать достойную заработанную плату, потому что, если ты профессионал своего дела, то ты будешь и востребован, и достойно, твоя работа будет достойно оплачена. Можно совместить приятное с полезным. Кстати, Ольга Альбертовна, у нас на сайте наш телезритель оставил свое мнение по этому поводу. На мой взгляд, чтобы дети поступали в СУЗы, и чтобы родители их туда отправляли, надо сначала отучить наших работодателей требовать от всех высшее образование. Любое объявление, даже на работу продавцом, открыть, там вышка – основное требование, а квалификация в последнюю очередь их волнует. Вот как этот менталитет побороть? Я не думаю, что это требование, которое выдвигают работодатели, оно спонтанно возникло, и это прихоть работодателей, и квалификация здесь не играет роли. Нет, абсолютно. Я считаю, что это требование со стороны работодателей обусловлено тем, что, естественно, высшее образование, как правило, позволяет развить коммуникативную культуру, то есть умение коммуницировать в сфере общественного питания, в сфере обслуживания. Одно из наиболее основных умений, таких основополагающих умений – это, конечно, умение вести диалог с покупателем, с человеком, которого ты стрижешь и так далее и тому подобное. То есть ты должен коммуницировать. Это умение дает высшая школа, безусловно. Поэтому я думаю, что это умение, это требование, оно законно со стороны работодателя. Другой вопрос. Если ты при этом умении совершенно не владеешь счетом, ты не владеешь какими-то технологиями в той сфере, которые тебя привлекают, то тогда ты от этого умения не выиграешь абсолютно. От того, что у тебя есть высшее образование, ну, собственно говоря, тебе плюс-то не особо. Поэтому я думаю, что полагать наивным совершенно, что работодатели покупаются только на высшее образование. Даже если это требование есть, но тот соискатель вакансии, который придет к работодателю, продемонстрирует, что он без высшего образования умеет коммуницировать, и при этом есть навыки производственные определенные, и его в любом случае возьмут. Просто работодатель идет вот по такому пути, ну, совершенно понятно, почему. Задавай просто максимальную планку. Максимальную планку, все. Чтобы уже непосредственно в поиске определиться. А в настоящее время в СУЗах, которые готовят у нас в области специалистов в сфере обслуживания, ведутся курсы, определенные курсы учебные по умению выстраивать коммуникации. Этому тоже учат. Другой вопрос. Кому-то дано, кому-то не дано. Спасибо большое, Ольга Альбертовна, за ваше мнение. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть первый звонок. Алло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какая сейчас система образования? Я сама когда-то училась в индустриальном колледже в Белгороде, и училась платно, потому что было проще поступать. А сейчас есть и платное, и бесплатное обучение? Спасибо. Спасибо. Закон образования позволяет сегодня давать образовательную услугу как бюджетную, так и внебюджетную. И платное образование имеет место быть и в целом по России, и, естественно, в Белгородской области. Однако мы стремимся к тому, чтобы процент платников ежегодно сокращался. Сегодня в области единицы средних профессиональных образовательных организаций ведут платную подготовку. Это в пределах 8-10%. И ежегодно мы число таких учреждений, точнее групп платных, сокращаем, сокращаем и сокращаем, и планируем привести это к нулю. Почему мы оставили в ряде учреждений? Ну, их я буквально могу посчитать по пальцам. Почему мы оставили платные группы? Ну, потому что у нас очень много поступает предложений, точнее, не предложений, а просьб со стороны других субъектов Российской Федерации получить на нашей базе ту или иную профессию и специальность. Потому что у нас есть учреждения, которые Черноземье готовят только они, к примеру. Они единственные, они вне конкуренции. Ну, в частности, правоохранительный колледж. Кинологов, да, по-моему, там готовят. Да, вот кинологов готовят. В России практически таких учреждений нет, поэтому ввели платное обучение, потому что едут из других субъектов. Зачем мы будем тратить бюджетные деньги, да, деньги налогоплательщиков, которые трудятся в Белгородской области, на другие субъекты? Просто разум здесь. Ну, это вот, это минимальный круг специальностей. В Белгородском индустриальном колледже есть такие специальности. Ну, это буквально одна-две группы. По заказу работодателей, в частности, там направленность была связана с пекарным производством, хлебобулочным, точнее, прошу прощения, производством. Ну, это вот единичный случай. В большей части сегодня наше учреждение готовит бесплатно, и мы продолжим эту тенденцию, еще повторяем, мы постараемся привести к нулю. Потому что, ну, это будет правильно, потому что все-таки нужно приходить за учением, проходя конкурс, конкурсный отбор. Спасибо большое. Я напоминаю, что телефон студии 584410. И переходим к очередному вопросу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда нужно подавать документы? Если, например, мне не получится поступить в УЗ, то я успею в технику? Прием документов у нас осуществляется с 1 июня. И продлевается он практически, длится он практически до 1 октября. Поэтому все, кто не поступит в УЗ, могут поступить и в учреждение среднепрофессионального образования. Но я думаю, что выбор нужно сделать задолго до того, как подаешь заявление. И все-таки выбор сделать надо в пользу как раз того образования, которое сегодня, как мы сейчас отмечали, позволит каждому его получившему трудоустроиться на рынке, быть востребован на рынке труда, трудоустроиться и получать достойную заработную плату. Поэтому прежде чем принимать решение поступать в УЗ, что высшее образование также необходимо, я не отрицаю важности высшего образования, вы меня поймите правильно. Просто нужно взвести все за и против, и понять, насколько ты готов к тому, чтобы обучаться в УЗе, готов соответствовать тем требованиям, и есть ли у тебя способности. Потому что я всегда, например, мыслю так, чем быть плохим, условно говоря, там, не знаю, там, врачом, ученым, уж лучше не быть им вообще, лучше быть хорошим там пекарем, швеей, сварщиком и так далее, да, каменщиком, строителем прекрасным. Поэтому нужно сделать верный выбор и подать заявление, куда велит сердце, в соответствии с теми способностями, которые ты имеешь, а не оставлять это на потом, как остаточный вариант. Мне кажется, это не совсем продумано. Еще есть время подумать. Где можно узнавать сроки и правила подачи документов для поступления? В соответствии с законом образования, 1 марта на всех сайтах учебных заведений, не только Белгородской области, но и всех субъектов Российской Федерации, должны быть размещены перечни профессий и специальностей, по которым будет вестись подготовка в текущем году. То есть достаточно ввести в поисковике название учреждения, да, и зайти на сайт, где там все информации. Вот, кстати, по поводу того, что же лучше, все-таки высшее или среднее профессиональное образование, велась дискуссия и у нас в группе ВКонтакте, среди наших телезрителей, в частности, Михаил Бабенко пишет, прокормить небольшую семью на зарплату рабочего просто нереально сейчас. Получить рабочую профессию как смежную, но высшее обязательно. Артем Соловьев отвечает ему, вот не согласен, тут нет связи прямой, у меня знакомый библиотекарь, получает около 8 тысяч, высшее образование имеет. И есть еще один знакомый сварщик, который получает 28, и еще подрабатывает на стороне. Как ваше мнение? Я согласна. Возможно ли это? Я согласна вот как раз со вторым тезисом, в силу чего? Даже 28, это не так много, на самом деле у нас среднестатистические сварщики сегодня получают 40 тысяч, это в среднем по области. Если ты имеешь уникальные возможности, это до 80 тысяч рублей, в частности, Энергомаш сегодня готов платить за это, и платить это действительно так, абсолютно точно. Но еще раз хочу подчеркнуть, и имея высшее образование, можно получать и 8, и 15, и 200. Из начального профессионального образования можно 200 получать, если ты умеешь варить, условно, там, под водой, в определенных условиях, не знаю, там, какого-то типа, вида, точнее, сваркой, те, кто варят у нас в условиях, там, вечной мерзлоты, там, и так далее, и тому подобное, эти люди, сварщики, такой высокой квалификации. На вес золота их в стране, там, с десяток, наверное, наберется, да, и, естественно, они получают очень большие деньги. Поэтому вот сейчас привязывать к заработную плату, к, скажем, той или иной профессии, к курочке, это совершенно неверно. У нас по статистике сегодня рабочие получают в большей степени свою достаточно высокую заработную плату по области. Я бы так не рассуждала, прикормить семью можно абсолютно. Не в этом уже дело. Нет, не в этом. Какой-то, это главное, какой-то специалист. Спасибо, и переходим опять-таки к нашим вопросам. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте, спрашивайте то, о чем вы хотите узнать. И у нас есть очередной звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. А нужно ли экзамен сдавать при поступлении в техникуме? Или можно это по результатам ГИА или ЕГЭ поступить? Все, спасибо. Сегодня закон об образовании гарантирует доступность среднего и начального профессионального образования. Это значит, что поступление идет без сдачи дополнительных испытаний, за исключением творческих направлений подготовки. Поэтому вы приходите с аттестатом, с определенным набором документов. И не более того, дальше конкурс, просто конкурс внутренний, в зависимости от того, насколько данное учреждение привлекает сильных ребят, у которых высокие баллы, баллы аттестата. Все, больше ничего не нужно. За счет этого нет ли такой опасности, что все-таки не самые лучшие ученики школ пойдут учиться в среднепрофессиональные учреждения? Мне кажется, талантливые дети, они есть везде, талантливые ребята. И в высшей школе, и в школе среднепрофессионального образования. Это абсолютно точно. У нас есть учебные заведения, которые имеют достаточно высокий рейтинг проходного балла. И он несколько выше, чем по большей части специальности ряда наших вузов. Не буду скрывать это. Допустим, в этом году достаточно высокий был рейтинг у педагогических и медицинских учебных заведений. Он был свыше 4 баллов. Но не только на профессии гуманитарной есть спрос и специальности, есть спрос также на технические специальности. Достаточно высокий был проходной балл свыше 4,4. То есть это почти, мы понимаем, практически все пятерки. Белгородский политехнический техникум, колледж, прошу прощения. По ряду специальностей Белгородский строительный. Не только Белгородский, надо отметить и Губкинский, горно-политехнический. Надо отметить и Староскольский, ряд староскольских техникумов, которые также имеют достаточно высокие проходные баллы. По ряду специальностей. Это и сельские колледжи. Еще один вопрос у нас на сайте от нашего телезрителя. Здравствуйте. Слышал, что сейчас всем студентам колледжи техникумов обязательно предоставляют работу после окончания учебы. Это действительно так? По всем профессиям? С трудом в это верится? И как это делается? Добровольно принудительно? А если не устроит предложенная работа, что делать? Как известно, в области уже на протяжении более двух лет, уже практически три года, мы работаем над тем, чтобы реализовать идеи дуального обучения. Это когда человек, который учится в среднем учебном заведении, параллельно обучается на производстве. То есть в условиях реального производства. Так называемая система обучения. Это опыт, который мы позавинствовали в Германии. Такой же опыт есть и в других европейских странах. Мы взяли его на вооружение и реализуем сегодня во всех учебных заведениях Белгородской области. Во всех абсолютно. По всем абсолютно специальностям. Другой вопрос. Где-то это возможно только на третьем курсе, где-то это возможно на втором курсе. Первый курс мы не берем во внимание. Потому что там, как правило, идет обучение на уровне образовательных дисциплин, а спецдисциплин еще нет. Как только человек переходит на второй, третий курс, якорные работодатели, все учреждения у нас закреплены за теми или иными предприятиями, как сегодня известно. И руководители предприятий возглавляют наблюдательные советы учреждений. И руководители предприятий приходят в учреждения, интересуются вопросами как учебного процесса, так и жизнеобеспечения. Ребят там обучающихся, потому что это будущий их персонал, они сразу определяют для себя, кого они берут, в каком объеме на практику. Точнее, берут они всех, а вот выбирают потом уже из тех, кто пришел на практику, тех, кого посчитают нужным. Поэтому в процессе дуального обучения заключается договор между работодателем и обучающимся, который определяет, что после окончания учебного заведения ребеночек получает, точнее уже взрослый человек состоятельный, получает сертификат и идет на производство Акробелогория. Либо это компания «Зеленая долина», либо это компания «Металл-инвест», «Лебединский ГОК», либо это ОМК и так далее, и тому подобное. То есть это и крупные предприятия, в то же время и не столь крупные предприятия, также включаются в этот процесс. Сейчас, допустим, компания «Монокристалл» в Шебекинском районе очень активно работает в этом направлении. Они дают сертификаты также и участвуют в дуальном обучении. Очень активно сегодня строят СРО Белгородской области строителей. В общем-то, крупнейшие предприятия области выбрали для себя такой именно путь подбора своих работников. Спасибо большое, Ольга Альбертовна. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 584410. Совсем немного времени осталось. Звоните, задавайте свои вопросы, и очередной звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. А есть ли единый список документов для поступления? Нужна ли там медицинская справка, и где можно узнать эту информацию? Спасибо. Я о сайте уже сегодня говорила. На сайте список единый. Да, он единый для всех абсолютно. Выходите на сайт, обращайте внимание на такой раздел сайта, как документы, необходимые для поступления. Документы для абитуриента, обычно так называется этот раздел. Медицинская справка требуется. Да, это обязательное условие. То есть на сайтах образовательных учреждений все указано, и все везде, в общем-то, едино. Едино, абсолютно едино. Еще один вопрос на сайте мирбелогория.ру оставили наши телезрители. Моя дочка мечтает быть модельером. Узнали, что у нас в Белгороде есть такая профессия в механико-технологическом колледже. Но уже думаем заранее, что на фабрике, скорее всего, она работать не будет. Дочка хочет работать индивидуально. Вопрос в том, учат ли в колледжах ребят основам предпринимательства, чтобы они могли открывать свой небольшой бизнес не только модельеры, но также парикмахеры и другие. Во всех абсолютно учреждениях наших, средних профессиональных образовательных учреждениях, сегодня введен спецкурс как основа предпринимательства. Это обязательное условие. Не важно, ты учишься на каменщика, ты учишься на монтажника, или ты учишься на модельера. Везде курс читается, другой вопрос. Вы готовы к тому, чтобы открыть свой бизнес? Прекрасно, если у вас есть такая жилка? Прекрасно. Основы дадут, ну а дальше можно продолжить обучение в этой связи уже через дополнительные курсы, которые у нас есть, кстати, на базе и учреждения высшего профессионального образования, технологический университет, допустим, ведет основу предпринимательства. Это просто дополнительная подготовка, то есть ты можешь потом открыть свой бизнес параллельно, доучиваться. Продолжать учиться, учиться и так в бесконечности. Бесконечности. Спасибо, Ольга Альбертовна. Я думаю, мы успеем ответить еще на один звонок наших телезрителей. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже отучился на бесплатной основе в колледже, на каменщика. Хотел бы еще получить профессию сварщика. Могу я снова сделать это бесплатно? Спасибо. Вынуждена вас разочаровать. Закон об образовании позволяет один раз получить тот или иной уровень образования бесплатно. Но это не значит, что вы не можете получить образование бесплатно иного уровня. То есть вы закончили, допустим, каменщик. Вы можете поступить на бесплатное отделение, к примеру, сопряженной профессии или несопряженной профессии на уровне уже не начального профессионального, а среднего профессионального образования. Эта услуга будет для вас бесплатной. Либо высшее образование, если посчитаете нужным, параллельно можете учиться, потом перейдя на заочно и работать одновременно, если у вас есть к этому тяга, способность. Но получить второе образование начального профессионального возможно лишь уже за деньги. Это закон. Ну так же, как и с высшим. Конечно, как и с высшим. Второе высшее. Бесплатно никто не дает. Государство готово один раз дать услугу бесплатно, а уж дальше. Спасибо, у нас осталось совсем немного времени. Думаю, еще на один вопрос очень кратко мы ответим. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим поступать в техникум в Белгороде. Сами мы живем и прописаны в другом районе. Нам должны будут предоставлять общежития? И на каких условиях? Платно это будет или бесплатно? Спасибо. Все зависит от того, во-первых, в какой техникум вы поступаете. К сожалению, не во всех учебных заведениях города Белгорода, не у всех, есть общежития. Но в частности, в педагогическом, допустим, колледже, к сожалению, этого общежития нет. Но если есть общежития, у нас в технических, во всех наших учебных заведениях, да, общежития есть, конечно, обязаны, всем предоставляют, абсолютно точно нуждающимся. Платно, бесплатно? Нет, это платно, но эта сумма, она невелика, там, в объеме, там, не более 500 рублей. То есть в любом случае выгоднее, чем снимать квартиру намного. Да, это даже несопоставимо, да, это в десятки раз меньше, и в эти 500 рублей даже не укладываются те коммунальные услуги, на самом деле, которые требуются платить проживающему. Все равно государство в этом участвует, но определенное со стороны участия, со стороны студента тоже требуется. То есть нужно все узнавать просто в учреждении. Да. Спасибо большое, Ольга Альбертовна, за то, что пришли к нам сегодня, за то, что ответили на вопросы наших зрителей. Ну, а вас я благодарю за активное участие в эфире и напоминаю, каждую пятницу в 20.00 знающие люди. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok